Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами Мария Кухта, и сегодня у нас понедельник, 20 ноября, и я предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков с анализом основных финансовых инструментов. По некоторым инструментам будут торговые идеи. Проанализируем мы с вами, как всегда, несколько блоков. Сначала валютный рынок, также мы с вами посмотрим криптовалютный рынок, золото-серебро, нефть-газ, а также из фондовых индексов рассмотрю S&P 500. Кроме того, во второй половине сегодняшнего обзора покажу еще работу в своем закрытом телеграм-канале Мария Кухта, какие я торговые сигналы давала подписчикам своего закрытого канала. Вы все это увидите уже в конце сегодняшнего обзора. Давайте начинать и начнем мы с вами, как всегда, с валютного рынка евро-доллар. Ребят, евро-доллар у нас сейчас находится в движении, то есть евро-доллар уже, интродейс сегодня показал новый локальный максимум, но тем не менее продолжает смотреться наверх. По евро пока торговых идей нет, потому что инструмент движения, но направление определяю как лонговое, поэтому нужно будет искать точки входа в лонг по валютной паре евро-доллар выше откатного уровня поддержки 1.0830. Конституционный минимум, который мы удержали несколько дней, здесь три дня борьбы за эту ценовую зону у нас происходило, все это происходило в рамках защитного движения, которое произошло во вторник, 14 ноября. А я напомню, что я еще ранее на прошлой торговой неделе публично советовала покупать валютную пару евро-доллар от сильного сформированного паттерна, который я для вас отобрала и озвучила по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Поэтому, ребят, евро у нас уже лонги отрабатывает, продолжает смотреться наверх, поэтому ищем покупки выше откатного уровня поддержки 1.0830. Направление лонговое, тенденция у нас восходящая, в сторону этой тенденции смотрится дальше евро-доллар. Так, доллар-франк, по доллар-франку у нас шарты ниже откатного уровня сопротивления 0.8895. Нисходящая тенденция, образовавшаяся за последние два торговых месяца, медведи уверенно давят цену вниз по юзда чиф. На самом деле здесь хорошая точка входа была по сильному паттерну, который я озвучила публично. Ребят, все видео есть в открытом доступе на моем ютуб-канале Мария Кухтотрейдер. Если вы еще не подписаны, можете подписаться. И получать торговую аналитику, торговые идеи, анализ основных финансовых инструментов от меня регулярно. Поэтому подписывайтесь на мой ютуб-канал Мария Кухтотрейдер и всегда получайте хороший, качественный контент по трейдингу. Ну что ж, по рынку Форекс, в том числе и по валютной паре доллар-франка. В этом у меня получали торговую идею публично на прошлой неделе и, соответственно, на продажу. Я светла открывать юзда чиф, позицию по юзда чиф и уже отработка у нас произошла еще во вторник, 14 ноября. Дальше доллар-франк у нас продолжает смотреться вниз. То есть пока никаких у нас предпосылок для отмены шартов сценария нет. У нас наоборот сейчас подтверждается дальнейшая шартовая перспектива, либо секущих, либо от локальной какой-то коррекции. Возможно, еще будем делать какие-то внутренние откатные дневочки. Но, тем не менее, продолжаем смотреться в шорт по доллар-франку ниже сопротивления откатного 0.8895. С целью на обновление локальных минимумов и ниже. Фунт-доллар. Давайте посмотрим из валютного рынка. Ребят, фунт рассматриваю на покупку. Фунт-доллар ищем лонги выше откатного консолидационного уровня поддержки в районе 1.24 с копейками. Минимум коррекционного снижения в рамках защитного импульсного роста, который у нас произошел во вторник, 14 ноября. Три дня консолидации позиций. В принципе, это минимальное количество информации, достаточно для того, чтобы уже спрогнозировать покупки по данной валютной паре. Поэтому фунт-доллар рассматриваю наверх, либо с текущих, либо от какой-то еще локальной коррекции. Возможно, еще будем делать какие-то внутренние дневочки откатные, увидим по факту. Тем не менее, выше 1.24 рассматриваем возможность открытия лонговых позиций по валютной паре фунт-доллар. Пока цель для роста не буду озвучивать, потому что у нас довольно четко прослеживаются восходящие перспективы. Возможно, даже будем менять предыдущую тенденцию на восходящую. Поэтому есть шансы для среднесрочного роста по фунту. Поэтому, если будете работать в лонг, можете продолжать удерживать позиции не только внутри дня, но и на более длительной дистанции. Если будет что-то меняться, обязательно буду озвучивать на своих следующих обзорах. Поэтому следите за моими обзорами и всегда узнавайте актуальную информацию по основным финансовым инструментам, в том числе и по валютной паре фунт-доллар. Так, NZD-USD еще давайте посмотрим. Ребята, из валютного рынка очень интересная валютная пара. Новозеландский доллар у нас уже локально растет, но тем не менее мы еще находимся в рамках паттерна. Поэтому новозеландец можно работать в лонг. Смотрите, либо секущих будем расти, либо еще будем добирать торговую позицию в рамках движения пятничного и сегодняшнего. То есть у нас, в принципе, вот это движение наверх за последние два торговых дня – это перекрытие предыдущего коррекционного снижения. Есть формирование лонгового паттерна, поэтому NZD-USD рассматриваю покупки. Как я уже сказала, можно с текущих работать, а возможно еще будем откатную внутреннюю дневочку делать в рамках последнего импульсного роста. Но тем не менее по наизландскому доллару покупки актуальны, выше поддержки 0.5965 с целью на прорыв сопротивления, образовавшегося в районе 0.6045 и выше. Довольно сильный уровень сопротивления, но тем не менее я считаю, что учитывая характер консолидации за последние несколько торговых дней, учитывая характер поджать наверх за последний торговый месяц по NZD-USD, все шансы для прорыва сопротивления, которые у нас сформировалось в районе 0.6050, присутствуют. Поэтому новозландский доллар рассматриваем на покупку. Так, ребята, австралийский доллар. Ну, здесь инструмент движения. Пока австралийц пропускаем, ничего интересного нет. Нет, направление лонговое, но очень далеко уже от уровня, то есть у нас как откатный уровень поддержки по Аут-USD выступает 0.6460, ценовая зона поддержки. Уже движемся наверх, направление лонговое, ну, нужно будет искать точки входа на покупку, но сказать сейчас, что это хорошая перспектива для открытия сделок не могу, потому что довольно на глубокий откат еще может уйти австралиец, как вариант, да, как вариант, мы можем увидеть уже рост из секущих. Ну, австралиец пока я бы не советовала торговать, то есть новозландский доллар, как по мне, смотрится получше. А еще лучше, что я могу предложить для торговли, это валютная пара USDCAD. Ребят, по USDCAD советую открывать шарты. Торговые идеи для вас это шарты по валютной паре USDCAD. Работаем на снижение ниже откатного уровня сопротивления 1.3770. В рамках защитного импульсного пролива вниз, который произошел на прошлой торговой неделе во вторник, 14 ноября, мы показали коррекционный рост до сопротивления 1.3770, удержали и эту ценовую зону, показали перекрыть коррекции и подтвердили перекрытие сегодняшней внутренней дневочкой. Поэтому все шансы для дальнейшего снижения по USDCAD у нас присутствуют. Какая цель для падения, какая перспектива? Ближайшая перспектива – это поддержка 1.3660. Пробиваем 1.3660, дальше будем улетать вниз. Несмотря на то, что у нас восходящая тенденция присутствует по USDCAD, я считаю, что есть шансы для как минимум коррекционного снижения, как минимум краткосрочного снижения по данной валютной паре. А возможно, будем и менять тенденцию, потому что шансы есть, неплохие. У нас есть два сильных импульса. Первый шартовый импульс по USDCAD – это 1, 2 и 3 ноября пролив вниз. И второй импульс – это 14 ноября хорошее тоже шартовое движение. Поэтому сейчас все шансы для как минимум краткосрочного снижения присутствуют по данной валютной паре, а возможно и более амплитудного, более среднесрочного снижения у нас возможность откроется. Поэтому советую открывать продажи с текущих. Куда выставлять стоп-лосс? Я показала своим подписчикам в закрытом телеграм-канале, потому что в закрытом телеграм-канале сегодня ребята получили у меня торговый сигнал на продажу по USDCAD. И ожидаем дальнейшего падения. Ну что ж, с валютным рынком мы с вами закончили. Давайте переходить к рынку металлов. Из металлов мы с вами посмотрим золото, серебро. Давайте с золота начнем. По золоту неплохо растем уже, ребят. Я на последнем своем видео говорила, что рассматриваю рост по золоту. Видео вышло, я напомню, что в четверг на прошлой торговой неделе. В качестве бонуса я вам показала торговые сигналы закрытого телеграм-канала, где я покупала золото. Я советовала своим ребятам покупать еще в среду, 15 ноября, на откатной дневочке после предыдущего импульсного роста. Уже мы в хорошем локальном профите, потому что мы от 30% позиций зафиксировали еще в пятницу. Я посвятила зафиксировать часть позиций по золоту на покупку. Оставшуюся часть мы перевели в безубыток, то есть стоп-лосс у нас в безубытке. В конце сегодняшнего видео все покажу. То есть досмотрите видео до конца и увидите мои торговые сигналы в закрытом телеграм-канале. Стоп-лосс в безубытке, ожидая продолжения роста, поэтому золото дальше рассматриваю на покупку. 19.65 ценовая зона поддержки, выше которой лонги. С целью на пробитие сопротивления 19.90 и следующая цель для роста – это около 2000-2000 с копейками ценовой уровень сопротивления. Я считаю, что у золота есть все шансы для продолжения роста. То есть золото у нас смотрится наверх. Но если вы желаете получать всегда актуальные торговые сигналы от меня, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал ВИП Мария Кухта и будьте всегда вовремя получать торговые сигналы с сопровождением с четким ценовым уровнем стопа. Рассказываю, где частично фиксировать позицию, когда переведить стоп без убыток. То есть все эти моменты получают подписчики моего закрытого телеграм-канала. Если вы также желаете получать от меня торговые сигналы с сопровождением, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал ВИП Мария Кухта. Для оформления подписки пишите в личку, вся моя контактная информация есть под видео. Поэтому в закрытом канале мы еще на прошлой неделе в среду 15 ноября покупали золото. Сейчас уже, как я уже сказала, частично зафиксировались в локальном профите и продолжаю удерживать лонги, потому что золото у нас смотрится в лонг. Выше поддержки 19.65 и цели для покупок озвучила. Серебро. Давайте посмотрим по серебру, ребят. У нас есть локальный откатный уровень поддержки в районе 23.3 в вышнево-ланге. То есть по серебру я рассматриваю продолжение движения наверх в сторону защитного импульса, который произошел у нас 14, 15 и 16 ноября на прошлой торговой неделе. В сторону этого импульса я считаю, что дальше у нас будет двигаться данный металл, поэтому серебро рассматриваю на перехае образовавшихся локальных максимумов выше откатного уровня поддержки 23.3. Возможно, с текущих будем уходить, возможно, еще будем как-то здесь тестить и эту поддержку, но тем не менее я считаю, что есть неплохие шансы для того, чтобы дальше двигаться наверх и обновлять максимумы текущего месяца, образовавшись в районе 24 с копейками и выше по данному инструменту. Так, теперь давайте с вами посмотрим. Из фондовых индексов, ребят, посмотрим S&P 500, посмотрим фьючерс на S&P. Индексы лонговые. Пока никаких шансов для снижения нет, никаких предпосылок для снижения по индексам нет. На примере S&P я озвучу свою позицию, то есть я считаю, что нет смысла сейчас рассматривать какие-то другие индексы, потому что все они смотрятся наверх. S&P покупка выше поддержки 45.10 у нас по S&P сформировалась локальная консолидация, локальный консолидационный паттерн есть, пожатим наверх. Образовалась текущая комбинация в рамках защитного предыдущего импульсного движения от 14 ноября. Все шансы для дальнейшего роста по S&P у нас присутствуют, поэтому S&P лонги выше откатного консолидационного уровня поддержки в районе 45.10. Какая цель для роста? Ну смотрите, если взять технический момент, то есть у нас еще максимум, максимум сентября, коррекционный уровень сопротивления 45.60, но судя по всему эту ценовую зону будем пробивать, потому что мы уже сформировали такое V-образное движение с пространством, что усиливает дальнейший рост по S&P и усиливает бычьи направления по данным фондовым индексам. Поэтому я считаю, что сопротивление откатное 45.65 мы очень легко пробьем и дальше будем двигаться наверх. Если будет что-то меняться, если какая-то информация дополнительная будет появляться, я буду это озвучивать на своих следующих обзорах, поэтому не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» и всегда будете получать хорошие аналитические контенты, а также торговые идеи и торговую аналитику по основным финансовым инструментам. Так, значит, давайте теперь перейдем с вами к нефти и газу. Нефть и газ. Что интересного по нефти? Ребят, нефть марки Brent. Здесь есть шансы для, скажем так, формирования самодостаточного паттерна для разворота наверх. Но единственное, что нам нужно, чтобы подтвердили вот это движение последнее. То есть лонговое движение, которое произошло в пятницу 17 ноября и сегодня 20 ноября, нам нужно подтвердить для того, чтобы дальше уже уверенно рассматривать лонги по нефти. Импульс наверх пошел. Как вы видите, у нас уже такое обычай поглощение сформировалось за последние два торговых дня. И это поглощение, как я уже сказала, нужно подтверждать. Будет подтверждение в виде хорошего паттерна лонгового. В таком случае буду советоваться дальше покупать нефть. Но хорошие шансы есть, поэтому нужно будет искать покупки по нефти марки Brent. С текущих я не советую лонговать, потому что нет подтвержденной формации. Это раз. И во-вторых, мы очень далеко от ближайшего уровня поддержки. Это 77,3. Нам нужно, чтобы сформировали какую-то свежую комбинацию, которая будет действительно подтверждать актуальность заходного лонгового импульса. И в таком случае дальше можно будет уверенно уже открывать лонги. И против нисходящей тенденции краткосрочной работать в сторону предыдущей восходящей тенденции, которая у нас сформировалась по нефти еще начиная с июня месяца. Поэтому такие шансы, локальные предпосылки есть. Будем ждать подтверждений. И будут формироваться соответствующие комбинации графически. Хорошие точки входа. Все это буду рекомендовать торговать своим подписчикам закрытого телеграм-канала Витмария Кухта. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал. И всегда будьте в курсе основных торговых идей, актуальных торговых идей по основным финансовым инструментам, в том числе и по нефти марки Бренд. Газ. У нас шартовый. Газ пробил поддержку в районе 3. 3 с копейками. Закрепился ниже в пятницу на прошлой торговой неделе. И в понедельник новые локальные лоу мы показали. Газ ниже 3 продажи. То есть пока никакого альтернативного варианта здесь не вижу. В сторону текущего давления вниз смотрится натуральный газ. Локальная такая шартовая тенденция, которая подтверждена, ребят, среднесрочной, даже, я бы сказал, долгосрочной шартовой тенденцией по газу. У нас все-таки долгосрочный тренд нисходящий. Здесь, да, была попытка уйти наверх. И она, в принципе, неплохо здесь сформировалась среднесрочно по данному инструменту и подтверждалась среднесрочно. Да, но уже за последние несколько торговых недель видим уверенное давление цены вниз по данному инструменту. Поэтому пока непонятно, будет ли у нас дальше подтверждаться среднесрочная восходящая тенденция, либо мы уже начали дальше снижаться в сторону долгосрочного тренда. Ну, пока, по крайней мере, локально смотримся вниз, как я уже сказала, ниже отметки 3 шарты. Если будет что-то меняться, если будем делать здесь самодостаточный лонговый паттерн, каким-то образом перекрывать предыдущее падение, последнее падение, тогда уже можно будет говорить о каких-то лонговых перспективах. Поэтому пока то, что вижу на графике, тот момент озвучила. И, как я уже сказала, сейчас у нас перспектива нисходящая. Так, давайте еще криптовалютный рынок посмотрим. Биткоин эфир, ребят, посмотрим. Значит, биткоин. Начнем с биткоина. Уже неплохо растет. По биткоину я в закрытом канале, и я вам это публично показывала, в закрытом канале давала торговый сигнал на покупку еще в субботу, 18 ноября. Сейчас у меня стоплос в безубытке. Часть позиций пока не фиксировала, потому что ожидаю дальнейшего роста. Считаю, что биткоин, точно так же, как и эфир, у нас имеет шансы для продолжения движения наверх, в сторону локального поджатия, в сторону хорошего лонгового паттерна. Несмотря на то, что мы уже локально отработались, но я вижу биткоин еще выше, поскольку у нас формация присутствует лонговая, у нас все шансы для дальнейшего роста присутствуют. Поэтому биткоин рассматриваю на покупку выше откатного уровня поддержки 36,375. Это ближайший уровень поддержки, но еще раз отмечу, что в закрытом канале у меня уже здесь, ребят, без убыток. То есть я покупки еще давала фактически по отметке 36,500, 36,450 и уже сейчас перевела стоплос в безубыток. Я ожидаю дальнейшего роста, потому что у нас локально формация себя уже отрабатывает, но тем не менее шансы для продолжения движения наверх присутствуют. Я напомню, что я все торговые идеи, все торговые рекомендации как публичные, так и в закрытом телеграм-канале озвучиваю. Исходя из своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, если есть соответствующая формация, если есть хорошая торговая комбинация на графике, я все это рекомендую торговать в закрытом канале и время от времени в обзорах публично вы также получаете торговые идеи от меня. Поэтому по биткоину направление лонговое, ищем точки входа в лонха. Если вы торгуете данный криптовалютный инструмент, 36,400 ценовая зона поддержки, выше которой лонги, с целью на прорыв образовавшихся максимумов в районе 38 тысяч и выше. И эфир, давайте посмотрим. По эфиру тоже рассматриваю лонги, эфир еще сегодня посоветовала покупать в закрытом канале, чуть позже покажу в конце сегодняшнего обзора. Значит, по эфиру у нас поддержка 19.40, это ключевая конституционная поддержка, выше которой покупки. Похоже, у нас коррекционное снижение уже закончилось, потому что мы его попытались перекрыть вчера, в воскресенье 19 ноября. Локальный паттерн тоже здесь у нас есть, паттерн, который показывает окончание коррекции, это защитные движения, коррекционное снижение, перекрыть коррекции. То есть у нас уже, судя по всему, эфир закончил коррекционное снижение и дальше собирается двигаться наверх в сторону защитного импульса, который произошел в четверг 9 ноября. Ближайшая цель для роста по эфиру, это сопротивление 20.85, следующая цель для роста максимум 21.30, пробиваем максимум и дальше уходим наверх. Так, ребят, теперь давайте переходить, значит, к второму блоку сегодняшнего обзора. И это хотела вам показать свою работу в закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Значит, начну с четверга прошлой торговой недели, вернее, со среды прошлой торговой недели, где я советовала подписчикам своим покупать золото. Значит, все, что было ранее в закрытом канале, все, что происходило, вы можете увидеть в последнем видео. То есть я показывала публично свою работу о стратегии защитный трейдинг, разбор публичных торговых идей, и там же я показала работу в закрытом телеграм-канале «Свои торговые идеи». Из закрытого телеграм-канала вы можете посмотреть и, значит, оценить мою работу как публичную, так и непосредственно в закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Ну что ж, теперь давайте мы с вами посмотрим, значит, мои торговые сигналы, которые получали подписчики за это время. Значит, у нас 15 ноября, это среда прошлой торговой недели, золото лонг, куда выставлять стоп-лосс, показала. Торговый сигнал на покупку, в таком формате даю торговые сигналы, то есть это графический формат, потом сопровождаю торговые позиции, пишу, когда у нас происходит отмена сценария, когда сценарий остается в силе, когда стоп-лосс переведите без убыта, каким образом фиксировать часть позиций и так дальше. То есть все эти моменты я информирую своих ребят, своих подписчиков, закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта». Золото покупки. Почему лонги, какие перспективы ожидаю, здесь тоже озвучила. Дальше давайте посмотрим. Значит, 16 ноября, это четверг, написала о том, что золото удерживаем покупку, лонг актуален. В принципе, здесь у нас сохранялась восходящая перспектива, о чем я написала в закрытом канале, и таким образом я сопровождаю свои торговые идеи. Пишу для того, чтобы четко подписчики понимали, удерживаем ли мы позицию, либо, возможно, какой-то сценарий у нас поменялся, произошла отмена сценария и так дальше. То есть эти моменты тоже все в закрытом телеграм-канале. По газу у меня стоп-лосс. Здесь я, в принципе, не дождалась закрытия дневки и посоветовала покупать натуральный газ. В принципе, здесь шансы для роста были, но единственное, что дневочку еще не закрыли, и в моменте я посоветовала покупать. Но, как мы знаем, дневку по газу у нас закрыли с довольно сильным давлением вниз, то есть импульс вниз довольно хороший произошел в тот день, поэтому случилась отмена сценария, и, собственно, по газу у меня выход по стопу. Ну, о чем я написала для подписчиков закрытого телеграм-канала. Золото растет, удерживаем покупку, это сопровождение по золоту. Золото удерживаем покупку и, значит, продолжаем смотреться наверх, стоп-лосс переводим без убыток. Видите, когда нужно перевести стоп без убыток, я тоже пишу в закрытом телеграм-канале. А вот это уже частичная фиксация, 30% позиций зафиксировала. Перед выходными в пятницу фактически на локальных максимумах здесь хорошую отработку у нас произошла, фиксация по золоту. Дальше, биткоин лунхи, это суббота, 18 ноября. Кто торгует крипту, можно пробовать купить биткоин. И куда выставлять стоп-лосс, я тоже показала. Значит, вернее, написала. Цель на перехайд. То есть пока еще по биткоину продолжаю удерживать покупку. Посмотрим, посмотрим, как сегодня девочка закроется. Ну, в принципе, неплохие шансы для продолжения роста у нас есть. Так, сопровождение по биткоину. Стоп-переводим без убыток. По золоту написала, что продолжаем удерживать покупку. Стоп без убытки. Это сегодня написала сопровождение по позиции своей. Эфир лунхи. По эфиру сегодня посоветовала открывать покупку. Интердеймы отработались. Пока стоп не переводила без убыток. По эфиру пока ожидаю продолжения роста. Пока у нас ничего не меняется. Возможно, еще какой-то локальный донабор торговой позиции будет. Но, тем не менее, шансы для роста есть, о чем я озвучила сегодня для вас публично в обзоре. Так, интердей уже растем по эфиру. Здесь, видите, неплохо сегодня отработались в моменте. Так, дальше биткоин. Продолжаем удерживать покупку. Стоп без убытки. И торговый сигнал по USDCAT на продажу. Это торговый сигнал из валютного рынка, который буквально полчаса назад получили подписчики моего закрытого телеграм-канала. Випария Кухтова. Вам тоже сегодня озвучила эту торговую идею. Сказала, что идея актуальна. Кто торгует валютный рынок, вы можете шартить USDCAT. Ну что ж, ребят. Работа в закрытом канале о своем показала. Я вам показала, каким образом я вижу текущую картину по рынку. Текущую картину по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я все рынки анализирую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Если есть хорошая торговая формация, если есть хорошая комбинация, обязательно все это озвучиваю и публично, и даю торговые сигналы в закрытом телеграм-канале. Но вы должны понимать, что публично у меня не всегда получается записать обзор. Или бывает такое, что обзор записываю уже чуть позже, а торговый сигнал получают подписчики тогда, когда есть непосредственно торговая идея, как по биткоину. Был в субботу заход на покупку, и об этом я написала. Сейчас мы уже в безубытке, а если, допустим, вы публично посмотрите мое видео и услышите мою торговую рекомендацию, что-то вы сейчас купите, и уже там непонятно, то есть уже повыше, соответственно, у нас цена и побольше риски. Поэтому желаете всегда получать актуальные торговые идеи вовремя, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал, и для оформления подписки пишите мне в личку, вся моя контактная информация есть под видео. Так, Мария Кухта Трейдер – это мой YouTube-канал. Не забывайте подписаться для того, чтобы всегда получать контент аналитический, с анализом основных финансовых инструментов. По моей стратегии защитный трейдинг многие моменты рассказываю, показываю. То есть вы можете, в принципе, на моих обзорах не только узнавать какие-то торговые идеи, да, но и учиться понимать рынок. Но если вы желаете, если вы желаете узнать, скажем так, все ключевые моменты моей стратегии, все ключевые моменты моего анализа графиков, моего анализа рынков, вы можете записаться ко мне на индивидуальные курсы обучения. Я напомню, что я провожу индивидуальные курсы обучения. По поводу обучения пишите в личку, всю информацию предоставлю. Это 8 онлайн занятий, ребят, индивидуальных. Плюс, бонус, бесплатный доступ в мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта. И также плюс, бонус – это наставничество от меня, поддержка от меня на протяжении полгода. То есть мы с вами начинаем заниматься, 8 занятий, и дальше мы с вами работаем в режиме фидбэка. То есть если у вас появляются какие-то вопросы, если у вас есть вопросы по инструментам, по рынкам, по точкам входа, по каким-то еще другим психологическим, допустим, моментам, вы ко мне обращаетесь и фидбэк от меня получаете. Так, значит, также не забывайте подписаться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. И в фейсбуке есть мои ресурсы, закрытая группа Мария Кухта Трейдер и Мария Кухта Капитал, и это моя страница в фейсбуке. Подписывайтесь, ребят, буду благодарна за подписку и буду благодарна за обратную связь. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мои ресурсы. Жду от вас свежего фидбэка. Благодарю за предыдущие комментарии, отзывы, ваши реакции. Если у вас есть какие-то вопросы по инструментам, которые я не рассмотрела сегодня в обзоре, вы можете задавать вопросы в комментариях под видео. Но еще раз хочу напомнить, что если у нас есть какой-то паттерн, есть какая-то торговая ситуация, хороший торговый момент, тогда я соответствующую информацию озвучиваю для вас. Если ничего нет, я могу сказать, что направление по инструменту такое-то, а инструмент движения, пока ничего, давайте будем ждать. Нужно различать эти моменты. В принципе, довольно подробно об этом я рассказала в своем предыдущем видео, где я проанализировала основные нюансы своей стратегии защитного трейдинга, и рассказала основные нюансы своей стратегии защитного трейдинга. Поэтому, если интересно, посмотрите еще раз видео, и тогда уже сможете, скажем так, больше понимать меня, мой подход к анализу рынка, и почему иногда я говорю, что давайте побудем не рынка, давайте сейчас еще подождем, еще нету сформированные картинки и так дальше. Так, ребят, спасибо за просмотр, всем хорошего дня, прибыли торговли, и до новых встреч.